Музыка Очередное оперативное совещание прошло в минувший понедельник в Белом доме Республики Башкортостан. Сегодня поговорим о том, что обсуждалось на этом совещании. Но про себя отмечу, что в последнее время даже Хабирову все труднее и труднее изыскивать темы для того, чтобы поддерживать ощущение успешности и продвижения вперед у уставшего населения. Музыка Очевидно, увлекшись повторами, Ради Фаритович в очередной раз упомянул о том, что он проводил. В Москву Сидякина. Ну, Ради Фаритович, ну сколько можно? Уже порвали все баяны. Давайте двигаться дальше. Сидякин уехал и, надеюсь, не вернется. Далее, Хабиров заговорил про свой любимый индекс промпроизводства. И так не до конца понятный индекс упоминается им с завидной регулярностью. Вырос он у нас на дежурные 4,5% и совершенно непонятно, что бы это значило. Далее, Хабиров опять заговорил о том, что у него рекордный ввод жилья и 22% у него плюс к прошлому году. Но кто бы удивлялся этому, особенно учитывая, что прошлый год был 2020 и абсолютно катастрофический. Но Ради Фаритович смог нас кое-чем удивить, заявив в рамках вот этого обзора своих экономических побед о том, что у него очень хорошо идет работа с обманутыми дольщиками. Был поднят Егор Родин, который испуганно заявил, что количество дольщиков только за 2021 год, имеется в виду обманутых дольщиков, уменьшилось с 7000 до 3900. У меня вопрос. Сами обманутые дольщики точно об этом знают, что их стало вдвое меньше? Или их опять же статистически уменьшили? Мы же говорили о том, что они придумали новую уловку, как не включать людей в реестр обманутых дольщиков и тем самым сокращают их количество. Интересно, они как будут отчитываться перед Владимиром Путином, когда обманутые дольщики поймут, что их просто вытеркнули из списков и придут со своими дежурными виллами опять к входу к Белому дому? Не знаю. Но очевидно и налицо уже игра, манипуляция цифрами. Видимо, понимая, что проблема не решается никак по-настоящему, будем, значит, играть с циферками и обманывать сами себя. Упомянул Радий Фаритович и о сельском хозяйстве. Ситуацию, которую, ну, иначе как катастрофически нельзя характеризовать, он ее назвал так. Немножко отстаем. Честное слово, это смешно вообще. Радий Фаритович, немножко, это минус 15% от прошлого года, который тоже был не самым успешным в истории башкирского сельского хозяйства. В общем, как говорится, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Завершая вступительное слово, Хабиров как-то обреченно сообщил, что он сегодня, то есть вчера уже, выезжает в Беларусь и пожелайте нам всем успеха. Вот этот вот странный визит в Белорусскую республику, наравне, в общем-то, с визитом, который уже прошел в Казахстан, вызывает много вопросов. Понятно, что Хабиров пытается сделать приятное Путину. Понятно, что Хабиров пытается позиционировать себя как какого-то крупного международного деятеля. Но при этом зачем ездить по всяким захолустьям, типа ДНР, ЛНР и прочих Крымов, совершенно непонятно. Ну ладно, Казахстан, действительно, может быть, это перспективный рынок, но находящийся под всевозможными и самыми интенсивными санкциями Беларусь. И вот этот изгой-диктатор Лукашенко, ну точно хуже места для визита не придумать. Далее, как обычно, был вопрос о борьбе с COVID-19. Мы уже привыкли за эти почти два года, что это дежурный и главный вопрос в повестке дня. Максим Васильевич Забелин сообщил нам о том, что с нарастающим итогом зафиксировано 110 тысяч заболевших в Республике Башкортостан. На данный момент функционирует 2800 ковидных коек, из которых 30% свободно. Ну вот этот показатель действительно какой-то прямо супер. Помним, что совсем недавно еще было развернуто 8 тысяч ковидных коек, и занятое из них было чуть ли не 90%. Сложно сказать, каким образом были достигнуты вот эти вот цифры, но тем не менее они прозвучали. То, что касается вакцинации в Республике, опять же, на данный момент какой-то рекорд очередной. 2 миллиона 31 тысячи человек привито первым компонентом, и 1 миллион 798 тысяч человек привито вторым компонентом. Отмечу про себя, что вот этот двухнедельный или трехнедельный диапазон между первым и вторым компонентом у Максима Васильевича это целых там 260 тысяч человек. Многовато, не знаю. Но вот такие цифры. Таким образом, следуя логике башкирского руководства, на данный момент первым компонентом привито 81% подлежащих вакцинации или 65% всех взрослых на территории Башкортостана. Не знаю уж, как теперь оценивать предыдущие, ранее прозвучавшие высказывания, но звучал такой тезис о том, что уже когда 50-60% привито, это устойчивый коллективный иммунитет. Ну, учитывая то, что мы все равно имеем более 600 заболевших в день и более 30 умерших в день именно от ковида, как-то о стабильности говорить не приходится. Ну, а тем более о снижении этих цифр. При том, что мы уже стоим на грани вот этого коллективного иммунитета, если 81% подлежащих вакцинации привито и 65% вообще всего взрослого населения. Не знаю, вот у меня сразу в связи с этим вопрос, а что они будут говорить, когда они в конце концов где-нибудь к марту привьют там 100% из подлежащих там и 70% вообще от существующих на территории Башкортостана жителей. Это же будет очевидный иммунитет, но тогда, когда количество больных не будет на самом деле сокращаться, что им придется говорить? У меня есть подозрения и опасения, что они начнут говорить, что это не ковид. Ну, опять начнется разговор про пневмонию, про ротовирусные инфекции и прочие сложные вещи. Вот это будет плохо на самом деле, потому что был период, когда они отрицали статистику заболеваемости ковидом, все списывали на пневмонию. Вот тогда, конечно, смертность от пневмонии была рекордной. Не знаю, каким ухищрением и уловком они придут, но мы знаем точно, что последние два года статистика и манипуляция цифрами вышли на первый план в искусстве управления регионами и страной, а все остальное как-то ушло на второй план. Резюмируя доклад Забелина, Хабиров высказал несколько тезисов, которые носили характер, очевидно, самоуспокоения. Цитирую. «Фиксируем стабильность заболеваемости, снижение смертности по республике, снижение нагрузки на систему здравоохранения, темпы вакцинации, впрочем, у нас две недели средние и надо еще 400 тысяч человек привить». Собственно, Хабиров опять начал читать мантру «У нас все хорошо». Периодически, когда меняется ситуация в Москве и вообще в целом по стране, Хабиров быстро подхватывает, тут нельзя отказать ему в чуткости, он мало что умеет делать, но слушать начальство умеет виртуозно. Это точно. И вот тут подул какой-то другой ветер. Я не знаю, связано ли это с тем, что ни слова не было сказано про старт строительства новых двух ковидных госпиталей. Как-то затихла эта тема. Уж не отказались ли от идеи. Либо из Москвы поступило какое-то указание, но Хабиров начал распевать песню о том, как все стабильно и как все у нас снижается и как бы вот уже практически заканчивается. Немного противоречила ему мадам Казак, которая заявила о том, что наряду с пандемией коронавируса в Башкирии, судя по всему, разворачивается пандемия гриппа. Эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ уже превышен на 50%. По словам главного санитарного врача, в основном болеют дети. 51% с лишним. При этом Анна Казак заявляет о том, что продление осенних каникул дало свои результаты и снизило количество очагов заболеваемости в школах и учебных заведениях. Соответственно, она намекает на то, что и зимние каникулы неплохо было бы продлить. Ну, тут вопрос спорный, наверное, специалисту виднее. Продолжая себя успокаивать, Хабиров резюмировал и выступление Анны Анриевны. Сказал он следующую фразу, цитирую, «На данный момент объем мероприятий и принятых решений вполне адекватен текущей ситуации». Конец цитаты. В принципе, вот эту формулу, наверное, Раде Фаридовичу надо подучить и окончательно вызубрить. Она ему годится для любой ситуации. Что по сельскому хозяйству, что по пандемии, что по экономике. Можно произносить вот эту фразу и, отлив ее в граните, выложив большими буковками около Белого дома, можно, в принципе, больше на работу и не ходить. Завершая обсуждение ситуации с коронавирусом в республике, Хабиров как бы спохватился, что совсем-совсем не пугал население ничем страшным. И попросил Анну Анриевну сформулировать правильно угрозы тем, кто так и не привился. Конец цитаты. Очень симптоматично, что Хабиров в этот раз предпочел не сам пугать население, попросил уже своих подчиненных. Видимо, сам чувствует, что немножко перебрал с этим дожиманием, пережиманием и выжиманием. И попросил Анну Анриевну. Анна Анриевна сформулировала так, что с 18 декабря часть предприятий, отдельно выразив вот эту вот часть, имеет право отстранять сотрудников от работы, объясняя в обязательном порядке, что делается это для сохранения их же здоровья. А с 30 декабря этот порядок будет уже применим для промышленных предприятий и предприятий сельскохозяйственного сектора. Чувствовалась неуверенность в том, как госпожа Казак это все высказывает, потому что вот эта часть предприятий имеют право или должны. Одновременно с этим она пояснила, что она сама же будет проверять вакцинированность сотрудников предприятий и даже имеет право их закрывать. В общем, очень интересная история. Тут ведь, собственно, в чем проблема? Проблема в том, как это все дойдет до дела. Когда Анна Казак или ее подчиненные явятся в какое-нибудь реально работающее предприятие и заявят, что они его закрывают, потому что там не привито, например, 80% персонала привито только 72%, ну, что они получат в ответ? Ну, во-первых, судебные иски, если это цивилизованное предприятие. А если не очень цивилизованное, то виллы в бок получат. Особенно где-нибудь там на окраинах, да, то есть в Уфе может быть еще и завершится это какими-то разговорами и тяжбами. А где-нибудь подальше, ближе к степям и горам, там действительно инспекторы рискуют жизнью и здоровьем. Не думаю, что это все будет как бы вот по-настоящему примет такой широкий охват, что они начнут там терроризировать. У них и так экономика висит на волоске, если они сейчас начнут закрывать и людей терроризировать. Но я думаю, что парочку-тройку предприятий показательно закроют, чтобы доказать свою действенность и последовательность. Следуя заведенному порядку, вторым вопросом был вопрос о ситуации в ЖКХ на дорогах ИЧС. Первым выступал Алан Викторович Морзаев, который сообщил о том, что в общем-то у него все в порядке. Елки везде установлены. Ну, везде не везде, да? Вот Алан Викторович чуть-чуть покривил душой. На самом деле, как сам же он заявил, что к 15 декабря 2291 елка будет установлена по республике Башкортостан. Хабиров сглотнул тот момент, что вообще-то положено было к 1 декабря все установить. Ну, да ладно. Ну, и кроме всего прочего, у Алана Викторовича случилось 5 незначительных отключений ресурсов за неделю, которые все он ликвидировал. Совершенно непонятно, почему Алан Викторович умолчал о грандиозной аварии в Уфе на улице Авроры, когда вода текла по улице просто широкой рекой. И, собственно, на момент, когда Алан Викторович сделал этот доклад окончательно, последствия этой аварии все еще не были ликвидированы. Здесь я, конечно, с тревогой отмечаю, что началось легкое очковтирательство, потому что, ну, про подобную аварию в столице республики, наверное, не упомянуть было нельзя. Министр транспорта и дорожного строительства в этот раз на оперативке отсутствовал. Я надеюсь, что гражданин Булышев находился в этот момент на улице Комсомольской, выясняя, почему до сих пор объект не сдан и не завершен. А с отчетом выступал Виктор Михайлович Жульков, который, собственно, привычным образом рассказал нам о том, что по части безопасности движения ничего хорошего не происходит в республике. Уже 445 человек погибших на дорогах республики, что уже на 45 человек выше поставленной планки, и на 27 человек выше результата прошлого года. 13300 человек было за год с нарастающим итогом задержано в нетрезвом виде за рулем при управлении транспортными средствами. Но, честно говоря, вот эта цифра меня поражает. Мы, судя по всему, доберемся до 15 тысяч за год, и это какая-то чудовищная совершенно цифра. Обсуждая чрезвычайные ситуации, которые произошли за истекшую неделю в Башкирии, отдельно остановились на ситуации в селе Туркменево, которая, ну, собственно, известна за прошедшую неделю тем, что там объявлена чрезвычайная ситуация в связи с пандемией узелкового дерматита у крупнорогатого скота. Мы уже говорили о том, что там возникло напряжение в связи с тем, что было объявлено о выкупе принудительно конфискуемого крупнорогатого скота, в выкупе за какие-то совершенно смешные деньги 140-170 рублей за килограмм веса. Туда ринулись активисты всех мастей снимать видосы и определять, что же там происходит, вплоть до того, что даже Дианочка туда поехала, не знаю, доехала ли. Но, в общем, ситуация какая-то такая напряженная. Это чувствовалось и по социальным сетям, и по заявлениям властей. Очень чувствовалось, что власти почему-то испугались вот этого Туркменева до посинения губ, в том смысле, что, ну, кто-то, видимо, подумал, что сейчас там начнется Пугачевское восстание. Вообще пугливые стали. Пугливые действительно пугаются и уже дуют на воду, обжегшись на молоке. Но, собственно, послан туда был Урал Кельсинбаев, новоиспеченный, исполняющий обязанности главы администрации Хабирова. Урал Тагирович, конечно, выглядел на этой встрече в Туркменево, по крайней мере, судя по видосам и комментариям присутствующих, весьма бледно. Пугался, боялся, приехал с охраной. Ну, правильно, народ-то там с вилами ходит не только на встречу с Уралом Тагировичем, да и вообще, в принципе, в Сильпо. Как он заявил на оперативном совещании, потому что Хабиров его попросил прокомментировать, более трех часов Урал Тагирович был вынужден общаться с жителями этого Туркменева. Пришло к нему 150 человек, значит, были обещаны компенсации в качестве достижения своих коммуникационных способностей. Урал Тагирович даже сообщил о том, что он организовал чат для жителей деревни. Ну, это, конечно, величайшее достижение. Ну, собственно, Хабиров, выслушав Кельсинбаева, напомнил ему, что он, Хабиров, обещал жителям Туркменева выплаты осуществить до Нового года. И тут Кельсинбаев сказал главное. Он сказал, что цены компенсации будут рыночные. Ну, вот буквально так дословно. Во-первых, вопрос. Урал Тагирович, а нельзя поконкретнее? Рыночные это сколько? Потому что до Нового года совсем немного осталось. А учитывая ваши механизмы и вашу оперативность, можете не успеть. Рыночные это сколько? Это 300, это 400, это 180. В вашем представлении рыночные это сколько? Роу Тагирович, вы почем говядину покупаете? Вот вы ее покупаете точно дороже, чем по 1000 рублей за килограмм. А жителям Туркменева предлагаете 140. Как-то странно. У вас разрыв с ценами? Ну да ладно. Собственно, вот это осталось открытым. Ну и повторюсь, для меня было удивительно, насколько власти Башкортостана испугались вот этой незначительной локальной проблемы в деревне на 500 человек. Третьим вопросом оперативного совещания был вопрос о подготовке к проведению комплексного ремонта подъездов на квартирных домах, благоустройству домовых и общественных территорий в 2022 году. Доклад, понятное дело, делал Морзаев Алан Викторович и сообщил нам много-много цифр. Во-первых, на ремонт подъездов на будущий год выделено всего 500 миллионов и будет отремонтировано на всю республику 362 подъезда. Отмечаю, что это резкое падение количества ремонтируемых подъездов. Менее 2% домов будет охвачено ремонтом подъездов на будущий год. Цифры действительно смешные, то есть, например, по Уфе это всего 87 подъездов. Но в утешении Алан Викторович сообщил, что жителям в 2022 году будут предложены другие, более щадящие психику жителей цвета для окраски подъездов. Ну, как говорится, спасибо и на этом. Действительно, то, что применялось в минувшие годы, суть по всему, было призвано только обострить шизофрению, потому что такие зеленые и серые оттенки я не знаю, где они брали. Впрочем, вот, например, в противоречии снижению количества ремонтированных подъездов, возрастает количество дворов, которые будут отремонтированы в 2022 году. 200 дворов в 21 населенном пункте. И стратить на это Морзаев готов более 1 миллиарда рублей. То есть, в среднем на ремонт одного двора будет выделено более 5 миллионов рублей. В среднем. Морзаев отметил, что проекты дворов в 2022 году стали еще качественнее, живее, чем раньше. Перечислил и передовые муниципалитеты. И вообще, очень классно Морзаев говорил про ремонт дворов. Чувствуется, что ему ремонт дворов значительно ближе, чем ремонт подъездов. В это время на экране демонстрировалась техническая документация, чертежи, схемы, какие там красивые дворы с кривыми такими волнистыми дорожками и так далее, и так далее. Но тут Хабиров прервал Морзаева. Вот это было очень смешно. Процитирую. Хабиров сказал, у меня внутри диссонанс определенный. Вы такие красивые слова говорите, а перед нами картинки неудачные. Хабиров имел в виду вот эти чертежи. Морзаев смутился, стал что-то говорить о том, что, наверное, он слишком быстро докладывает, и картинки не успевают за докладом. Но стало очевидно, что Хабиров просто пугается чертежей. Ну, чуть-чуть позже, буквально через несколько минут, Морзаев смог продемонстрировать Хабирову красивые картинки, сделанные с помощью фотошопа. Хабиров тут же успокоился, и все дальше пошло как подокатанный. Но вот это был очень такой характерный момент. Хабиров реально испугался чертежей. Ну да ладно. По линии Минстроя Морзаев порадовал нас тем, что федералы выделяют 1,2 миллиарда рублей в рамках проекта формирования комфортной городской среды. И плюс еще 416 миллионов рублей будет выделено на проекты победителей в конкурсах по благоустройству территорий. Собственно, в 2021 году было благоустроено 146 общественных территорий. Ну, по заявлениям Алана Викторовича. А в 2022 будет реконструировано уже 200 общественных территорий. Резюмируя доклад Алана Викторовича, я прихожу к печальному выводу, что для нашего Министерства жилищно-коммунального хозяйства оказалась абсолютно неподъемной задачей ремонт подъездов. Там ведь провода, там трубы, там нужно все красить, там с жильцами надо согласовывать. Куда круче истратить 5 миллионов в среднем на какое-то совершенно абстрактное и труднооцениваемое до конца благоустройство какого-нибудь двора и доложить об успехе. То есть вывод здесь печальный. Они не справились с задачей тотального ремонта подъездов, а подъезды в ужасном состоянии находятся почти везде. И переключились на вот то самое пресловутое благоустройство. Слово благоустройство в скором времени, на мой взгляд, заменит слово коррупция. Потому что именно вот в этом загадочном слове благоустройства спрятаны сотни миллионов, а теперь уже и миллиарды бюджетных рублей, которые так охотно тратятся нашими властями на это непонятно что. Давненько не было у нас министра сельского хозяйства на оперативках. Из Рахманова, собственно, не было о чем докладывать. Во-первых, зима. Во-вторых, провал абсолютно в сельском хозяйстве. Но тут выпустили его на арену цирка. С очень странным вопросом звучало следующим образом. Об организации взаимодействия муниципалитетов с садоводческими товариществами. Лошантов Ильдусович бодренько заявил нам о том, что 550 тысяч садовых участков в республике объединены примерно в полторы тысячи товариществ. Только в Уфе 560 СНТ. При этом дальше, сразу без паузы, господин Фазарахманов стал кошмарить, хабируя нас всех, рассказывая о том, что 80% электросетей в садовых товариществах изношены на 100%, 55% участков не состоят на кадастровом учете, 20% СНТ даже не снабжены электроснабжением, электричеством и прочими благами цивилизации. В общем, все очень плохо, и Лошантов Ильдусович сразу же, не отходя от кассы, попросил 1 миллиард 300 миллионов рублей на то, чтобы навести порядок в этом хозяйстве. Ну, начнем с того, что, во-первых, этих денег в бюджете нет на будущий год. Не заложено вообще ноль. И Лошантов Ильдусович, очевидно, работает на перспективу. Правда, он оговорился, что миллиард 300 ему нужно не прямо сейчас и не завтра, а на ближайшие 5 лет. Но при этом он обязуется, обязуется, прямо клянется, навести порядок в этой отрасли. Честно говоря, пометуя о том, что натворил Фазарахманов в сельском хозяйстве республики, вот с этим вот лизингом, когда сначала покупаете, а теперь продаваете за бесценок технику, ну, доверие, конечно, его предложение не вызывает никакого. И остается надеяться, что этих денег, как не было в бюджете республики на вот эти цели, так и не будет, хотя бы они не будут потеряны. Завершили оперативное совещание в Белом доме и вовсе самым никчемным докладом самого никчемного вице-премьера, я имею в виду Ленару Хакимовну Иванову. Она нам сообщила о готовности к внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Собственно, начала Ленару Хакимовну с того же, с чего и начал Фазарахманов, с запугивания. Она рассказала нам, как возрастает число пожилых людей в мире и в РБ тоже, и что к 2030 году 30% жителей республики Башкортостан будут старше трудоспособного возраста. Но, впрочем, Ленар Хакимовна, она же беспокоится об этом всем. И вот Башкирию внезапно включают в число пилотных регионов по внедрению системы долговременного ухода за гражданами. А Ленар Хакимовна к этому оказалась очень даже готова. Бодро демонстрируя точно такие же фотошопные картинки, которые демонстрировал господин Морзаев, Ленар Хакимовна стала уверять в том, что в скором времени ей нужно выдать много-много денег. Мне даже удивительно, как при таком уровне овладения фотошопом у госпожи Ивановой продолжают гореть всевозможные богоугодные заведения, а в этих заведениях сгорать маломобильные старики. Честно признаться, когда я вижу Иванову на эстраде или на трибуне, я думаю только о том, как она цинично отправилась на корпоратив в тот самый день, когда у нее сгорели эти несчастные люди в этом приюте. Мы помним и должны помнить о том, что сделала это Иванова намеренно, сделала это, зная о том, что произошла трагедия, она отправилась веселиться, нарядилась и плясала. Вот, собственно, пожалуй, все, что нужно знать населению республики о самом никчемном вице-премьере правительства республики Башкортостан Ивановой Ленарь Хакимовой.